Приветствую вас! И чтобы говорить о ревности, о ее причине, о том, почему вы занимаетесь тем, что следите за молодым человеком, почему вы так нервничаете, когда он с кем-то гуляет, когда он просто уезжает по магазинам и так далее, можно говорить в том контексте, что вы чего-то боитесь, и вы не уверены в себе. Потому что ревнует человек тот, кто боится, что его любимый в какой-то момент может предать. А предательство человеку очень страшит, потому что он не знает, как будет жить дальше. И вы этой ревностью, с одной стороны, развиваете свои личные эстракции, свои комплексы, свои, собственно говоря, эмоции негативные. С другой стороны, вы портите отношения с вашим молодым человеком, потому что ему не нравится, что вы его расспрашиваете. И поэтому давайте ненадолго забудем о нашем днем самом, о его бывшей девушке и вообще во всем, кроме вас. Вот лично вам, раз вы боитесь потерять своего молодого человека настолько сильно, что ревнуете его до слежки, до нарушения тайны личной переписки, Вот что вы в нем такого для себя видите, без чего очень сильно боитесь остаться там. Ведь когда люди друг друга любят, они относятся друг к другу бескорыстно, им не нужно через человека реализовывать какие-то свои внутренние переживания, какие-то свои желания, стремления, потребности. Они с человеком потому, что хотят, безусловно, делать его счастливым и быть членом. Если он, например, общается с другим человеком, и ему с другим человеком лучше, то такой и искренне любящий человек отпустит. Отпустит любимого. Скажет, ну хорошо, я вижу, что тебе с ним лучше, со мной хуже. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Уходи. И это будет человек, который любит бескорыстно, безусловно, при этом все свои личные потребности и желания, такой человек будет удовлетворять сам. Но вы, вы же находитесь в определенной зависимости от своего молодого человека. И основной момент приближается в том, чтобы понять, о чем же зависимость, каков ее предмет, что ее составляет. Когда вы для себя поймете, какую потребность через молодого человека вы удовлетворяетесь, вы, во-первых, сможете эту потребность удовлетворить напрямую, не через него. И это главное, это позволит вам стать более независимым от него. И, во-вторых, более спокойно относиться к тому, что он делает. Почему? Потому что никакая ревность, никакие слежки не удержат человека рядом с вами, если он не хочет. Вот эту простую, в общем-то, мысль вам точно нужно будет понять. Если человек хочет вам отменить, если человек хочет вас предать, он это сделает в любом случае. Как бы вы не следили, как бы вы не старались, как бы вы не измотили себя, как бы вы не нервничали, он это сделает. И если он сделает это умышленно, стеленаправленно, а не в результате эмоционального какого-то всплеска, то это будет означать, что этот человек с вами потому, что это соответствует его интересам и не более того. Но если человек не хочет, если человек вами дорожит, если человек вас любит, то он и не изменит вам никогда, и не предаст. Но вы своим поведением, своими словами, когда подозреваете его в чем-то, или читаете переписку, вы как бы ему уже не доверяете. И возникает вопрос, а он вам давал полу не доверять? Если давал, то этот момент нужно набрать, что его мотивировало на это и так далее. А если нет, то получается вы сомневаетесь сами в себе. Например, вы сомневаетесь, что вы для него единственны. Например, вы сомневаетесь, что вы для него самое красивое, самое желанное и так далее. И возникает тогда логичное продолжение. Если вы сомневаетесь в себе, то получается на человека просто-напросто проецируете свои страхи. И он для вас как бы средство подтверждения того, что вы та, с кем хотите себя видеть. То есть, пока он с вами, вы красивая, вы желанная, вы сексуальная, вы привлекательная и так далее. Если он вдруг перестанет с вами быть, то вы тут же все вот эти атрибуты как будто бы подвергаете. Хотя в действительности это, конечно же, не так. И, наверное, вы даже сами это понимаете. Что в действительности вы останетесь той же, кем вы являетесь. Вот этот молодой человек, если он от вас идет или если он вам изменит. А как бы не оценил вас по достоинству. И это будет не ваша проблема. Это будет его проблема и его выбор. И если предательство будет совершено умышленно, как я уже говорил, то получается, что вы никогда с ним и не были вместе. Он никогда для вас не был тем, кем вы его считали. Потому что в действительности этот человек был другим. Раз он умысленно вас предал. Умысленно, то есть осознанно поставил свои интересы над ваших, ну, понятно, что любимые люди. Так не поступают. А если он поддался сообразно. Если он, допустим, ошибся, отступился. Такое тоже бывает. Вы видите, что человек искренне раскаивается и так далее. То можно и нужно об этом говорить. Что заставило человека совершить такой поступок. Почему он вам не изменил. Что ему не хватает и так далее. И как видите, при осознавании человека ужаса своего поступка, вполне можно сделать так, что данный факт остается единственным. То есть начались отношения. Они прошли свою стадию, например, влюбленность. Появилось нечто ровное. И на фоне этого ровного течения отношений мужчина мог поддаться на минутные слабости и изменить. Но после, уже сделав это, он понимает, что он по сути вас предал. Он по сути вас оскорбил. И осознает, что вы ему дороже с их на свете. Стоит ли такую измену, проще? Конечно, стоит. Но только если человек действительно осознает, что человек действительно раскаивается, если человек делает все для того, чтобы своими не загладить. А еще, если вы понимаете, чего ему не хватает. Потому что без субъединения этих всех условий ничего не получится. То есть измена сама по себе не так страшна. Но страшна ваша неуверенность в себе. Вот что страшна. Почему вы в себе сомневаетесь? В чем вы в себе сомневаетесь? Почему вы предполагаете, что вы у мужчины, может быть, не единственны? Почему? И тогда возникают сразу свои моменты, где вы в себе не уверены. Например, вы не уверены в своей внешней красоте. Например, вы не уверены в своей успешности, в своем поведении. И так далее, и так далее, и так далее. И вот если вы в этом не уверены, то за этим нужно работать. Ставить перед собой соответствующие цели. Разбивать их на задачи и достигать этих задач. В зависимости от того, чего вам, по вашему мнению, не хватает. И тогда неуверенность будет отходить. Неуверенность будет уходить. Вы будете чувствовать, что вы становитесь увереннее в себе. Что вы начинаете ценить себя, любить себя. Вы будете чувствовать, что если мужчина вас предаст, то это, еще раз, не ваша вина, а его. И что он потерял, когда вас предал, а не вы. Он потерял в вашем лице идеальную женщину, которая была ему вернута верна. И вот только так можно избавиться от взрывностей на глубинном уровне. То есть понять, что есть измены, что есть предательство. Понять, что если человек хочет, его ничто не остановит. А если он не хочет, то всегда можно договориться. Всегда можно прийти к какому-то выводу, если вы видите, что человек раскаивается. И работать над тем, почему вы не уверены в себе. И последний момент. Даже если все проблемы, которые я сказал, вы решите, поймете и осознаете, то какое-то время свое поведение вам корректировать будет сложно. Потому что если вы привыкли, допустим, ревновать, то вы по привычке и будете ревновать. Если вы, например, знаете, что молодой человек пошел, допустим, в магазин, то вы даже осознавая все, что я сказал, все равно будете испытывать беспокойство. По привычке. И эту привычку, ее тоже нужно менять. Как? Поскольку здесь идет чисто поведение, то и коррекция будет чисто поведенческой. Когда вы чувствуете, что вы начинаете беспокоиться, когда вы чувствуете, что вы начинаете ревновать, у вас появляется что? Энергия. У вас появляется энергия, и эту энергию нужно выпустить, реализовать. что? Но вы делаете это негативно. А нужно преобразовать ее в позитив, и когда вы чувствуете, что ревнуете, проявляете к человеку нежность, работу, напишите ему лишние ласковые слова, лишний раз обнимите, лишний раз поцелуйте, призмитесь и так далее. Удивитесь вы, насколько сильно изменится ваша ситуация. А через 3-4 раза такого поведения вы автоматически будете делать то же самое. И вам будет легче, потому что вы найдете выход своей энергии, которая у вас будет появляться. Молодому человеку будет приятно, отношение будет крепче, ну а вы со временем успокоитесь и не будете так сильно об этом переживать. В заключении хочется сказать, что если молодому человеку постоянно или периодически говорить о измене, то это так или иначе в его сознании будет оседать и может спровоцировать соответствующее поведение, направленное на измену. То есть мы здесь не говорим о измене как таковой. Мы здесь говорим о том, что молодой человек подсознательно может совершать действия, в которых вы его обвиняете, даже если он перед этим этого не делал. Просто потому, что вы сами задали ему определенное направление поведения. Чтобы этого не ослучилось, пользуйтесь, пожалуйста, рекомендацией, которая была ослучена немножко ранее. Надеюсь, она вам поможет. На этом все. Надеюсь, что вам было полезно подключить это видео. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.